Добрый день, меня зовут Кольбин Дмитрий и мы с вами находимся на полевой станции компании Сингента. Сегодня 10 мая, а за моей спиной находится опыт по определению эффективности применения нашего нового гербицида Prima Forte против водяка полевого. В марте месяце мы подготовили специальные цилиндры из поликарбоната, набили их землей и посадили в них маленькие розеточки водяка, которые нашли в соседней лесополосе. В конце апреля по развитой розетке, то есть в то время, когда растение уже достаточно укоренилось и начало свое развитие в этих цилиндрах, мы применили на одном из цилиндров гербицид. Второй, соответственно, оставили необработанный. Теперь мы наблюдаем за развитием растения, за действием гербицида. Через 40-50 дней мы хотим разрезать наши цилиндры и посмотреть на развитие корневой системы как в контроле, так и в опытном варианте. Слева от вас находится контроль, то есть растение без всякого применения гербицида. Справа растение бодика, против которого 14 дней назад был применен гербицид Primaforte в дозировке 0,7 литров на гектар. Давайте еще раз посмотрим на растение бодика в наших цилиндрах. Как вы видите, контрольные растения чувствуют себя прекрасно. Развитие идет полным ходом, что нельзя сказать о растениях бодика, где 14 дней назад мы применили гербицид Primaforte в дозировке 0,7 литров на гектар. Здесь уже ярко выражены признаки действия гормонального препарата, которые отражаются в виде кручения листьев и стеблей. Некрозы перешли, хлорозы перешли в некрозы, то есть отмирание ткани тоже происходит. Посмотрим на искореняющее действие гербицида, которое будем наблюдать через 40-50 дней после обработки. Редактор субтитров А.Семкин